Интеллектуальный лабиринт Из соревнований это старшеклассники, те, кто совсем скоро получит право участвовать в выборах. И в такой игровой форме уже четвертый год подряд избирательная комиссия Сочи повышает избирательную активность среди молодежи. Основная цель проведения данного мероприятия это, конечно же, привлечение молодых и будущих избирателей к избирательному праву. К тому, чтобы избиратели будущие наши активно пользовались своими правами. А именно участвовали в проведении избирательных кампаний всевозможных уровней. То есть принимали участие в голосовании. Финал состоит из трех этапов. В каждом из них 10 вопросов. Это и цитаты, и терминология. Также в каждом этапе есть вопрос с участием черного ящика. На написание и сдача ответа дается минута. Правила простые. Побежит команда с наибольшим количеством верных ответов. Инструмент состязательности. Для них, конечно же, это мотивация. И им это интересно, участие в нем. А когда они видят, что и депутаты вовлечены в этот процесс, и в дальнейшем им будет уже интересно и участие и в выборах, потому что они уже знают каких-то депутатов. С каждым годом популярность интеллектуальной игры увеличивается. Если в начале пути участвовало чуть больше десятка школ, то сегодня их почти 50. Но расти, как говорят организаторы, есть куда. Елена Овсецна, телекомпания «ФКТ».